По документам, Дота вышла из беты еще в далеком 2013-м, однако же на деле она и по сей день находится в процессе активной разработки. В нее постоянно что-то добавляют, что-то удаляют, а что-то и вовсе полностью переделывают. В основном это, конечно, касается механик персонажей и их способностей, но иногда Валвы балуют нас визуальными изменениями. Речь идет о внешности героев, которую Валвы изредка переделывают. За все время существования Доты разработчики изменили очень много моделей героев, поэтому это уже восьмой по счету ролик на эту тему. Да, если вы помните, я где-то год назад говорил, что седьмая часть будет последней, но я тут вспомнил еще про несколько героев, которые тоже весьма интересно изменились. Поэтому усаживайтесь поудобнее, поскольку мы начинаем. Открывает наш, так сказать, топ герой, которого называют по-разному. Абиссл, Асгалор, Питлорд или же Андерлорд. Называйте его как хотите, но на мой взгляд этот герой обладает одной из самых крутых моделек в Доте. Она очень хорошо детализирована, имеет большое количество полигонов и красивых анимаций. Но самое главное, Питлорд один из немногих героев, который даже без косметических предметов выглядит просто шикарно. Особенно его голова, это прям очень круто. Сразу видно, что Валвы очень сильно старались. Однако же, как вы наверное поняли из названия рубрики, так было далеко не всегда. За пару месяцев до официального релиза героя, на NT 2016, в файлах игры была обнаружена альфа-версия модели Питлорда. И уж поверьте мне, она была очень необычной. Настолько необычной, что все комьюнити доты было буквально шокировано. Сейчас объясню почему. Вот так выглядел Питлорд в первой доте. Такой здоровый, похожий на динозавра-демон, с копьем в руках и жутким оскалом. И все как бы ждали нечто похожее во второй доте. Что-то такое, ну или вот такое. Однако же, реальности казалось куда печальней. Бета-версия Питлорда во второй доте выглядела вот так. Нет, это никакая не шутка и не какой-то фановый мод. Валвы действительно планировали, что он будет выглядеть примерно так. Конечно, они бы его еще доработали, улучшили бы текстуры, сделали броню и тому подобное. Однако же, в основном, Питлорд должен был выглядеть именно так. Безобразное жирное существо фиолетового цвета с непропорциональным телом и крошечной головой. Результат сои типа Джайслордара, если вам угодно. В правом руке у него меч, а в левый... А я не знаю, что у него в левый. Просто какая-то штука. Это не важно. Посмотрите лучше на то, как забавно сотрясается его жирок, когда он совершает какие-то действия. Или заценить его забавную походку. Его передние лапы значительно больше задних. И из-за этого он ходит как два разных существа одновременно. Это очень забавно. Однако же, незабавного героя ждали игроки. Он должен был быть устрашающим и величественным. А в итоге, от Питлорда из первой доты у него остались только безумная ухмылка и названия. В итоге, валвы прислушались к игрокам и поняли, что такой андерлорд игрокам не нравится от слова совсем. И за пару месяцев они превратили это безобразное месиво в одного из самых красивых героев в доте. Могут ведь, когда захотят. И да, я понимаю, что на это было больно смотреть. Поэтому вот вам небольшой отдых для глаз в виде Red Shadow Legends. Вы так же, как и я, устали от слащаво-мультяшных игр? Хватит этих розовых соплей, радуги единорогов и ярких красок. Даешь реалистичность, брутальность, нечто темное и эпичное. Red Shadow Legends перенесет вас в мир реалистичных темных фантазий. В режиме кампании вы можете прокачивать битвы своих новых чемпионов и наслаждаться озвученной линией сюжета. Однако же, мне больше всего нравится режим арены, где вы можете проверить свои скиллы против других игроков. И кстати, Red теперь не только на смартфонах, но и на ПК с кроссплатформенностью и офигенной графикой. И пока не забыл, с 1 по 31 января Red разыгрывает 6 11 айфонов среди случайных игроков. А также, 3 самых прокачанных новичка получат HyperPK Crystal, HyperPK Premiere, а также MacBook Air 13. Чтобы стать участником конкурса, не забудьте подключить свой аккаунт к Facebook или Playroom ID. Ну а все дополнительные подробности вы найдете на сайте конкурса по ссылке в описании. Так что, если хочешь выиграть, то качай рейд только по моим ссылкам в описании и получи 50 тысяч серебряных монет, а также эпического чемпиона. Удачи и жду тебя в рейде! Далее у нас идет один из самых мудрых и могущественных героев во вселенной второй доты. Речь идет, конечно же, об Элдер Титане. Все мы привыкли к тому, что Титан выглядит как почти классический минотавр. У него человекоподобное лицо и туловище, а низ у него как у быка. Однако же изначально, Валвы планировали, что его лицо будет выглядеть совсем иначе. Если сейчас у него более животные черты лица, то в бета-версии у него было буквально человеческое лицо. Настолько человеческое, что это было одновременно и смешно, и крипово. Собственно, вот такое вот было лицо у Элдер Титана за пару недель до релиза. Не знаю, как у вас, но у меня совсем не возникает ощущения, что вот этот вот мужик является чуть ли не творцом всей вселенной. Он больше похож на Глада Валакаса или же на какого-то депутата. Нет, ну серьезно, он же выглядит реально нелепо. Просто какой-то крупный мужик с рогами и разукрашенным лицом. Он выглядит как мем. К огромному сожалению, скриншотов полный рост с ним нет. Но вот скринов с лицом предостаточно. И отсюда ясно можно понять, что этот Элдер Титан с любого ракурса выглядит крайне неудачно. Поэтому совсем неудивительно, что Валвы в последний же момент переделали его лицо. И Элдер стал больше походить на очень мудрое животное, которое гораздо больше подходит его лору, нежели чем это идиотское лицо. Следующее место в нашем списке достается герою, которому вообще непонятно, зачем изменили модель. Речь, конечно же, идет о Хускаре. 18 августа 2018 год. День, когда Валвы ввели в игру новый сундук с имморталками для Инта, а также день, когда они обновили модель Хускара. До этого дня он выглядел вот так. Как вы видите, его моделька не сильно уступает в качестве остальным героям. Вполне себе приличный молодой человек, разве что местами перекачан. Например, вот ляжки у него прям неестественно рельефные, да и руки как виноградины. Но это даже минусом сложно назвать. Просто он все-таки как бы машина для убийства и должен выглядеть плюс-минус так. Даже его стойка выдает в нем крайне опасного соперника. Посмотрите сами. Он стоит так, словно вот-вот кинется на вас. Он как бы постоянно находится в боевой стойке, согнув колени и держа свой клинок с копьем на готове. Короче, выглядел он, на мой взгляд, достойно. В доте по сей день полно героев, которые устарели абсолютно по всем параметрам. Тот же Морф, к примеру. Но Валвы почему-то решили, что переделать нужно именно Хускара, на которого вообще никто не жаловался. Ну и как я уже сказал, 18 августа 2018 года ему обновили модель. И из перекачанной машины для убийств он превратился в чуть менее перекачанную машину для убийств. Ну то есть его просто сделали чуть более жилистым. Вон, посмотрите, как вены торчат. Также переделали ему элементы одежды, сделали качественные текстуры и накинули полигонов. Во всем остальном это все тот же самый Хускар. Те, кто играют на минималках, скорее всего даже не заметили каких-либо изменений, поскольку по большей части ему просто сделали качественные текстуры. Я не скажу, что Валвы сделали его гораздо лучше и теперь он прям вау, но и хуже он точно не стал. Просто он стал графонистым и ничего более. И у вас сейчас возникает резонный вопрос. Зачем это все было нужно? В доте ведь действительно есть герои, на которых без слез не взглянешь. И я вам отвечу, друзья, скорее всего дело было в тех самых имморталках, которые Валвы выпустили в тот же день вместе с Хускаром. Видите ли, среди них была имморталка на него тоже, речь идет об этом вот крыле. И я подозреваю, что эта имморталка просто плохо смотрелась на его старой модели. Либо из-за сильной разницы в графоне, либо же из-за проблем с самой формой модели. Ну и Валвы решили исправить эту проблему весьма радикальным способом. Они просто по-быстрому склепали нового Хускара. Нет, ну а почему бы и нет? Следующее место в нашем списке достается Медузе. Я на 100% уверен, что вы даже и подумать не могли, что Медуза в доте могла выглядеть как-то иначе. Все мы привыкли ее видеть именно такой, поскольку герой вышел весьма давно, аж ровно 7 лет назад. 10 января 2013. Плюс Медуза вышла сразу такой, как и сейчас. То есть на памяти игроков ее модель не менялась. Однако же спустя немного времени после выхода героя, дата-майнеры обнаружили в файлах игры ее раннюю модель, которую Валвы нигде не показывали. И весь сок этой модели в том, что у нее есть всего один скриншот во всем интернете. Ну либо я больше не нашел. В общем, друзья, вот так могла выглядеть Медуза во второй доте. Самое первое, что образуется в глаза, это ее проработка. Обычно ранней модели не отличаются особой детализацией текстур и полигонов. Однако же в этом случае Медуза выглядит как почти законченный проект. Наложить всего несколько текстур на ее наручи, и змеек, и герой готов. На 2013 год такая модель вполне нормально смотрелась для доты. И это все к тому, что у Валвов был почти полностью готовый герой. Но они почему-то от него отказались, и почти полностью переделали. Но давайте же рассмотрим ее раннюю модель подробнее. Во-первых, обратите внимание на ее лицо. На мой взгляд, с таким лицом она выглядит достаточно жутко. Эти стрёмные клыки и зеленые светящиеся глаза действительно нагоняют страха. Плюс и ее капюшон. Он, как вы видите, порван сразу с двух сторон. Для того, чтобы ее змейки могли чувствовать себя свободно. Также у нее на лице имеется достаточно жуткая краска. А ее иконка на миникарте вообще выглядит как что-то зловещее. Я могу смело сказать, что нынешние Медузы гораздо симпатичнее и приятнее, чем старые. И дело тут не в старости модели. Тут как бы видно, что изначально герой задумывался таким пугающим, что ли, мрачным. Это как бы еще заметный по ее старому концепт-арту, по которому, собственно, и делалась сама модель. Еще занятный момент касается ее колчана со стрелами на спине. В старой модели он есть, а вот лука нет. В современной же модели есть лук, но нет колчана. И чем ранее Медуза должна была выстреливать эти стрелы, не совсем понятно. Однако же стоит отметить, что лично мне оба варианта Медузы пришлись по душе. Ну, а лично вам, какая больше нравится? Пишите в комменты. Ну и последний на сегодня герой это Дроу Рейнджер. Ее особенность в том, что она уже была в этой рубрике, и я уже рассказывал ее длинную историю изменений внешности. Если вы не видели, то обязательно посмотрите. Однако же, Валвы решили снова ее изменить, но в этот раз кардинально. В общем, давайте по-быстрому пробежимся по ее старым вариациям. В общем, в самой ранней версии Доты, когда в нее играли только разрабы, она была вот такой. В лучшем качестве картинки нет, сразу говорю. Ближе к релизу бета-теста ее сделали такой, как на оригинальном арте. Ну, а после она стала выглядеть так, как мы все почти привыкли. Разве что Валвы никак не могли определиться с татуировками на лице. Сначала они были все на месте, потом их убрали полностью, потом вернули только полосочку под нижней губой, а потом опять полностью убрали. В общем, странно все это. Но 4 марта прошлого года она выглядела именно вот так. А уже 5 марта вышел апдейт, в котором Валвы добавили Марса, а также полностью обновили модель Дроу Рейнджер. И это, пожалуй, самое спорное изменение за всю историю Доты. Кому-то новая Тракса очень понравилась, а кому-то совсем напротив. Кому-то понравилось ее новое лицо, а также ее новая загадочность, а кому-то больше нравились ее открытые ляжки и почти вывалившаяся грудь. В любом случае, Тракса посеяла настоящие 7 раздоров комьюнити Доты. Но как бы там ни было, новая модель стала действительно очень качественной и превосходит старую буквально во всем. Меня лично только смущают эти лесенки на ее волосах, но во всем остальном модель действительно качественная и соответствует современным графическим требованиям. Ну, а что вы думаете о ее модели? Вам нравится больше новая или старая? Пишите в комменты. А также, если вы вдруг вспомнили каких-то героев, про которых я еще не рассказывал, то тоже смело пишите в комментарии, я их всегда читаю. Ну и про лайк с колокольчиком не забывайте, ведь в нынешних реалиях Ютуба, да и Доты, это очень важно. Ну, а я с вами не прощаюсь, друзья. Еще услышимся. Продолжение следует...